Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампыри, Сфинляндия. Народ, не пугайтесь, здесь такое эхо. Я нахожусь вот в таком подсобном помещении. Ну и сегодня первый раз я отважилась покраситься вот такой краской магазинной. Наверное лет 20 помню красилась гарниером, когда у меня были волосы фиолетового цвета. Есть вот такое видео, я показываю свои старые фотки. Да, были у меня темные волосы. Хотела покраситься вот с таким синим отливом. К сожалению, не нашла краску, которую рекламировала Оля, французский блогер. Не знаю, обошла 2 или 3 магазина, но ничего нету, раскупили. Купила приблизительно вот такую. И чем я всегда мою? Многие спрашивают, Оля, еще раз покажите. Народ, весь обзор есть в плейлисте, как я сама крашу волосы, брови, делаю масочки и так далее. У меня все настолько бюджетно, все настолько просто. Я много лет делаю сама, потому что в Финляндии парикмахерская стоит очень дорого. И найти еще хорошего специалиста, это тоже большая проблема. Да, тебя могут подстричь, но ты можешь после этого прийти домой и начать еще подравнивать концы, потому что подстричь могут не всегда очень хорошо. Есть вот у них такая проблема. И точно так же маникюр. Ты можешь заплатить 55 евро, прийти и еще щипчиками докусывать за усенцы. Ну, про педикюр я вообще молчу. У меня педикюр всегда такая проблема, потому что трескаются пятки. Если снимут много, могут просто до крови разодрать. Если снимут мало, через неделю все то же самое. Так что, конечно, только ты сам знаешь, что тебе лучше. Ну и чем я крашу волосы? Я рассказывала и показывала это 150 раз. Сейчас у меня 12% гидроперид, и я развожу его до 9%. Помните, что если вы не парикмахер и сами ничего делать не умеете, и разводить тоже не умеете, хотя есть эта пропорция, очень легко вычислить, тогда покупайте 6% или 9%. Но я покупаю 12%, конечно, только из-за того, что я его развожу. И у меня обыкновенный блондаран, то есть у меня вот такой блондаран. Раньше у меня был такой супер-пупер блонд, но здесь вот такой супер-плюс. Я, конечно, очень тяжело, мои волосы отбеливаются, у них остается все равно желтый пигмент. Вот это красное лицо и желтый пигмент у меня присутствуют, конечно, это проблема. И чем я мою, я показываю тоже это средство неоднократно. К сожалению, в Финляндии оно не продается. Я покупала в Питере года так цать назад. Мне хватает такой бутылки, ну просто вот второй год пользуюсь, и здесь еще половина. Вот такой, который снимает желтизну. Очень советую, народ, если дома вы краситесь, вот таким помыть и оставьте на полчаса. Тут написано от 5 до 10 минут. Я сижу и полчаса, чтобы вот эту желтизну убрать. Ну и вот это средство, к сожалению, в Финляндии у нас больше не продается. Безумно дорогущее, продавалось только в аптеке. Это если у вас чешется голова. Вот если, знаете, бывает, что покрасишь, а потом прямо какой-то зуд по голове. Вот это наносится на кожу головы. К сожалению, это средство у нас больше не продается. Стоило безумных денег. Мне моя подружка подарила, по-моему, на Новый год, не буду говорить сейчас. Жалко, что вот это средство теперь у нас, как говорится, нет. И вот этим средством многие знают. Я красила брови, показываю его 150 раз. Это никакая не новость. И репейное масло я купила в русском магазине. Репейное масло очень советую, если действительно масочки на голову вы делаете. Репейное масло самое хорошее. Не надо никаких дорогих масок синтетических. Натуральный продукт всегда здорово. Вот это средство допользуюсь. У меня здесь еще немножко есть. Если вы блонд и хотите вот такое, знаете, как говорится, блеск на свои волосы, вот это средство от Шкварцопа для блонда просто красота. Ну и много раз я пользуюсь вот такими, которые убирают эту желтизну. Это тоже вот такая пенка. Все эти средства продаются. Вот это продается только в парикмахерской. Но теперь в призме. В призме есть тоже парикмахерский отдел. Все это можно купить. И моя находка сезона. Никогда не знала, что так мне понравится. И сейчас уже моя подруга вторая купила. У нее тоже блонд на голове. Вот этот кондиционер. И я оставляю его как маску на полчаса. Не то, что ты пошел в душ и намазался и смыл. Нет, я сижу с шапочкой на полчаса, чтобы вот эту вот, как говорится, желтизну с волос убрать. Шампунь мне не очень нравится. Ну, так как я купила, конечно, я им домываю. Но второго шампуня такого не куплю. Да, шампунь не чего-то очень мне понравился. Ну и мне безумно нравится Дермосил. Я про это говорила неоднократно. Здесь у меня вот такой суйку. То есть вот такой, чем можно брызнуть на эти волосы, на мокрые, чтобы получился вот такой синий эффект. Мне безумно нравится. Ну и попробую покраситься вот этой краской. Сейчас расскажу, что буду делать. Инструкция настолько здоровски написана. Даже человек, который в жизни никогда не красился, открыв эту инструкцию и прочитав, и посмотрев на картинки, даже, как говорится, не умею прочитать, человек по картинкам может разобраться, что наносить, куда наносить, чего наносить и как наносить. Ну и здесь у нас можно разбавить 50 на 50 или выжать весь тюбик. Но так как я буду красить все волосы, конечно, я смешаю весь этот тюбик. Здесь есть перчатки, кисточка и бальзам. Ну и, конечно, что я от этой инструкции, как говорится, отойду в сторону. Здесь написано, нанесите вот на волосы, подождите 10 минут и потом нанесите на корни. Нет, конечно, я буду наносить сразу и на корни, и буду ждать. И потом способом вот этого эмульганта буду эту краску перемещать дальше, дальше и дальше. То есть сделаю вот такой, как говорится, размыв. Она будет темнее у меня на корнях и светлее на концах. И так как концы, конечно, самые всегда испорченные, они уже перетравленные, сухие, закрашенные, краска схватится, самая лучшая. Поэтому на концах я буду держать, может быть, минут 5. Ну и главное, чтобы покрасились корни. И посмотрим, что из этого получится. Так, ну и вот я тут уже королевишно стою в старом домашнем платье. Всегда одевайте такой наряд, если вы краской запачкаете, чтобы потом не выкидывать дорогой бархатный халат. Если у вас очень красивая какая-то мебель, народ, застелите белой газетой, старым полотенцем или что-то. Потому что, не дай бог, темная краска, если вы в темный цвет краситесь, упадет или баночка ваша перевернется. Да, лучше, как говорится, застелить газеты, чем потом покупать новую мебель или новую раковину. Ну и я уже заколола волосы вот так. Нужно разделить на 4 части. И помните, народ, всегда краска наносится на зад, на макушку. Но, к сожалению, многие парикмахеры халтурят. Но они халтурят не то, что вам нанести вред. Они хотят, чтобы был красивый эффект спереди. Краска начинает наноситься всегда с макушки и туда вниз. Потому что на макушке самое плохое схватывается, самое меньшее тепло на голове. Макушка прокрашивается часто очень плохо. Наносим сначала на макушку, потом переходим на виски и последнее уже вот этот верх. Но, к сожалению, парикмахеры много раз начинают наносить сначала верх, потом переходят на виски и уже последняя макушка. Это эффект того, что они хотят, чтобы, конечно, перед покрасился самая красота. Потому что, когда вы будете смотреть на себя, вы же не видите, что у вас там, как говорится, на заду. Вы видите то, что у вас спереди. И вот этот эффект обмана будет происходить всегда, когда начинают краску наносить наверх. Я уже поэтому смотрю, что какой мастер, профессионал или нет. Профессионалы, конечно, наносят сначала на макушку и идут вниз. Так как у меня волосы покрашены вот в два ряда, у меня здесь свой темный цвет и светлый цвет только наверху. Я, конечно, краску буду наносить вот на только этот светлый. И у меня действительно одет вот такое старое платье. И пользуюсь старыми полотенчиками. И помните, народ, если у вас металлические серьги, металлическая банка или металлическая расческа, металл весь убираем, когда начинаем краситься. Ничего металлического. Ну и, конечно, одевайте перчатки. И перед тем, как краситься, возните либо за ухом, либо вот с этой стороны локтя. Попробуйте на аллергию. Если аллергия есть, этой краской пользоваться вам нельзя. И помните, народ, все осветление всегда на грязные волосы. У меня волосы немытые 4 дня. То есть вот они такие жирные. И, конечно, я заколола зад только из-за того, что я крашусь сама. Мне, к сожалению, удобнее накрасить вперед и потом постепенно переходить назад. Но если бы у меня была подруга, которая бы меня покрасила, конечно, да здорово бы было. Она бы меня мазнула, как говорится, начиная сзада. Ну, главное перед. И я наношу очень аккуратненько. И вы видите, да, что у меня нет перчаток. Потому что я все-таки, как говорится, профессионал. И наносим очень аккуратно, очень маленькими движениями. Но, народ, не растягивайте это на весь день. Потому что если вы думаете, что вы сейчас пойдете кофейку сварить, и вот вы краситесь, конечно, да, краситься нужно быстро, но аккуратно. И вот вы видите мой уже отросший пробор, который я крашу. И вот так потихонечку мы переходим до того цвета, до того места, где у меня начинается черный. Черный у меня начинается вот здесь. Вот такими переходами. И потом покажу, что из этого получится. Так, ну, процесс пошел. Я намазала правую, левую сторону, закрепила. И у меня намазаны только корни. И намазана макушка только сверху. Вы понимаете, что мне, конечно, самой очень тяжело покраситься. Да, я знаю, некоторые умудряются очень хорошо прокрасить. И, как говорится, зад, зад, да, зад, вот, то есть заднюю часть головы. Но это нужно садиться на какой-то стул, брать два зеркала. И начинать, конечно, человек может навостриться все это сделать. Но просить своего мужа я не могу, потому что он сразу сказал, все что угодно, только вот не это. Потому что знает, если он что-то не прокрасит, я его потом съем просто со всеми потрохами. У меня один раз в парикмахерской тоже испортили макушку. Там было осветление прядами, и вот эта вот масса потекла, и закрасила, получился такой белый блёк. И если бы она честно призналась и сказала, Оля, вот я вам испортила макушку, вот эта краска потекла, получился бледная, белая такая, как лепешка. Я бы, ну, сказала, ну, ничего страшного, я приеду домой, закрашу, ничего страшного. Ну, когда люди пытаются скрыть, знаете, она феном укладывала так, чтобы я это не увидела. Ну, после первого мытья головы, конечно, всё это было видно. Вот тоже, я считаю, что должен быть парикмахер честный. Если он что-то вам прокрасил плохо или испортил, он должен честно признаться, потому что все мы люди, человеческий фактор тоже может присутствовать. Если что-то не так получилось, ничего страшного, волосы, ни зубы, как говорится, отрастут. И сижу я с этой красочкой 10 минут и потом буду красить вот сюда переход. Прошло 10 минут, я намазала дальше. И сижу еще 10 минут. И перед тем, как смывать, расчешу широкой пластмассовой расческой до концов и посижу еще 5 минут и пойду мыть. И помните, народ, перед тем, как смывать, мочим волосы и начинаем хорошо-хорошо эмульгировать вот эту краску, чтобы она, как говорится, хорошо смылась, ее нужно хорошо проэмульгировать. Выключили воду, опять намочили руки, опять намочили и опять эмульгируем, чтобы вот эта большая масса получилась у вас на голове. И потом смываем и наносим бальзам. Так, вот я смыла, получилась вот такая, вот такой цвет. Сейчас буду сушить и покажу, что получится в сухом виде. Ну и вот последний штрих. Высушила, накрасила губы, одела черное платье, чтобы показать лучше волосы. Цвет мне, по стучим, по, как говорится, столу мне понравился. И, народ, помните, что если вот этого бальзама, который в этой упаковке вам не хватает, то есть вы не сможете эти волосы прочесать, разведите просто столовую ложку лимонного сока на литр воды и ополосните этим. Произойдет реакция нейтрализации и вы сможете волосы прочесать. Ну и, конечно, я сделала большую ошибку, что я эту краску не стала эмульгировать до конца. Я побоялась, что концы у меня очень сухие. Я думаю, чтобы не получилось, знаете, будет очень красивый верх и потом будут синие концы с зеленым отливом. Это всегда большая проблема. Но все равно, мне кажется, переход получился очень плавный. Нету вот такой прямо ступени, что здесь покрашено, а здесь а-ля натурель. И когда моете голову, народ, очень осторожно, потому что моем голову с наклоном головы вперед, не открывайте глаза до тех пор, пока вы не смыли всю эту краску. И, конечно, когда вы будете эмульгировать эту краску, тоже очень хорошо ее нужно от головы отэмульгировать. То есть мы мочим руки водой и вот этот процесс должен быть не так, что там раз, два, три, четыре вы ее смыли. Да, краску нужно смывать. И я не стала стричь никаких концов. Но, в принципе, концы можно подстричь тоже. Я посмотрела, это никакая не проблема. Можно отчесать и, как говорится, немножко концы подровнять. Но я не стала, концы вроде еще пока не сеченые. И я смотрю, как я покрасила весь верх. То есть вот так, и даже если мы смотрим, нет вообще перехода. То есть прокрасилась очень, мне кажется, хорошо. И то, что у меня внизу темный цвет, получается как будто вот эта вот задумка. Ну и, конечно, перед самое основное, потому что зад я не вижу. Я вижу только перед. Народ, пишите, как вам понравилось, не понравилось. И, конечно, вопрос, куплю ли я еще раз такую краску. Да, куплю. Мне понравилась цена. У этой краски была 8 евро. То есть, если за 8 евро вы сможете себя покрасить. И если еще подровняете сами кончики, так считайте, вы 150 евро положили просто в карман сплошной экономии. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля Стампера. Всем физкульт-привет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok